Берби Интернациональ представляет Композитор Терри Вильсон Композитор Терри Вильсон Композитор Терри Вильсон Автор сценария и режиссер Клаудио Берн Бойтс Для дополнительной информации посетите наш сайт в интернете Девушки отдыхают 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 Ничего себе, кто-то слезает. Быстрее! За мячом. Первый это граф Забьё. А тот, кому он дал пас, знаменитый Маркиз Дегол. Желаете, чтобы я пробил, Маркиз? Желаю. Я, конечно, мог бы и сам на туфли новые. Не промахнись, а то накажу. Имей в виду. Ух, вот это удар. Бесплатные водные процедуры. Надо было шлугу поставить. Прошу вас, мсье, самые новые мячи. Гуи любит. Веди себя прилично, Гуи. Все бом. Отличные яркие цвета, милая. Думаю, нам стоит поднять цену на билеты. Аристократия жила в роскоши. Но большая часть населения была бедной и практически нищей. Сам посмотри, Мик. Либерто, пасуй мне. Бенцюр. Ой, больно. Бей головой. Ой, больно-то как. Ах, как больно. Смотрите-ка, в этот раз в меня не попал. Более того, цены на самое необходимое постоянно повышались. Все, сумел купить нормальный мяч. Правда, пришлось продать тут имущество. Все из-за маркиза Дэмона. Это он задирает цены. Билеты такие дорогие, что нам и один не купить. Изобразие. Ну, что ты делаешь? Надоело. О-ля-ля. Футбол – игра для всех. Это главный принцип. О-о-о. Мой предок, маг-жустиз, жил в самом сердце Парижа. Ай-ай. Хе-хе. А я и не знал, что у лошадей есть задний ход. Просто поразительно. Карета мощностью в две лошадиные силы. Хе-хе-хе. Пробок сегодня нет. Здесь их не бывает. Эх. На каретах разъезжает, а у нас один мяч. На всех. Зато есть тяжелые булыжники. Хе-хе-хе. Так, свободен. Бонжур, мсье. Хм-хм. Я сказал бонжур. Карет, еще один наглый аристократ. А? Ой. О, нет. Черт. Я вас поприветствовал, мсье. Проваливай, плевей. Ясно. Фу. Ах ты, мерзкая птица. Этот парик трешер и испорчен. Я помогу вам, ваша светлость. Отстань, Милон. Фу. Фу. Так ему и надо. Молчать, лес дебилы. Вот лёк ретин. Бонжур, господа. Э? Чего ему надо? Не знаю, знать не хочу. Зачем же быть таким грубым? Надо поприветствовать, мсье. Не решай за всех нас. Мы должны проголосовать и прийти к единому мнению. Так, парни. Голосовать? Уи, голосовать. Ну-ка, быстро. Развели демократию. Бонжур, мсье. Так-то лучше, парни. Кажется, они не безнадёжны. Ты только посмотри. Он испорчен. Я смогу вам помочь. А? Да. Месье де Куафер, знаменитый парикмахер. Ха-ха, бонжур. Так-так. Ну как? Так. Нет. Ну? Слишком экстравагантен. Ясно. Может, этот? О, нет. О, уисе бом. Ну? Я не... Только посмотрите, мсье. Ужасно. Мсье Маркис де Гол. Опять эта папарацца. Как она натоела. Ух ты. Приятно встретить коллегу. Ау. Какой уникальный кадр, Маркис. Настоящий эксклюзив. Пуркуа опять я. Ну? Ваша частная жизнь. Очень интересна. Всем. Ого. Это же я и... Интересно, а ваша жена знает об этой связи? Ха. Это люмонтаж, подлылыш. А? Ты что здесь делаешь, де Гол? Позируешь? Залазь. Мсье Демон. Эй, погодите. А? Трогай. Голи хочет фото. Первое фото сына Демона. Олевочка. Такие надо. Едем. Противный лейнфон. О, я до вас еще доберусь. Спасибо, гражданин. Это наш последний мячик. Эй, Либерте. Революционеры, так сказать, недолюбливали богачей. Эй, тут проезд закрыт. Это народная улица. Надо разобраться, Либерто. Это вам не футбольное поле. Вы видели тот знак? Проваливайте быстро, но... Пошли. Имеем право. Все больше простых людей надевало красные шапки революционеров. Пора навестить Мона Ми Уилла. Такие драки не могут довести до добра. Что за времена настали, Макжистиз? Добро пожаловать в ресторан Бастилия. Интересно. О, эй, осторожнее. У меня все схемы промокнут. Так, стоит заехать на мойку. Заодно и от папарацци спрячемся. Отличная мысль. У тебя есть мозги под париком. А вот окна стоило закрыть. Я промок насквозь. Фу. Гури любит плескаться. Возница умный, зонтик захватил. Теперь у них не карета, а передвижной бассейн. Настроение на нуле. Позвольте вам помочь. Отойди, не приближайся. Куда делся Гури? Эй, Гури. Гури. Гури любит плескаться. В это время революционеры пришли к Бастилии. Граждане, слушайте меня. Пришло время перемен. Да, дешевые билеты для всех. Всем равные условия игры. Да, всем. Ваше терпение лопнучно. Хоро проучить аристократов. Надо найти место для собраний. Думаю, Бастилия подойдет. Идем, граждане. Да. Ура. На штурм Бастилии. Берем Бастилию. Реклама для города. Мы прославим Париж? Не знаю, не уверен. Она опережает время. Еще бы, это же Эйфелева башня. Да, но, кажется, у тебя посетители. Эй, Либерто, твоя очередь. Все имеют право играть в футбол. Конечно. Открывай. Я голоден, давайте зайдем. Боже мой, похоже, назревает битва за Бастилию. Давайте зайдем. Эй, что вам надо? Пошли вон. Да как ты смеешь? Ле плебей, Бастилия принадлежит нам. Пошел вон, простолюдин. Ай. Получи. Согласно семейному преданию, так начался штурм Бастилии и собственная революция. Их бы энергию, да на благое дело. Давай, нападай. Получай. Они мне ресторан разнесут. А ну, хватит, опасная игра. Чего? Вы все удалены с поля. Чего? Поле, какое поле? Мы в ресторане, болван. Мы первые пришли, Бастилия наша. Нет, она наша. Послушайте, Макжи Стис, он знает, что говорит. Хватит драться. Будьте людьми. Сыграйте в футбол. Победитель получит право на Бастилию. Отличная идея. Так и сделаем. Не думаю, что это будет чистая игра. Ау, осторожнее. Начнем, пожалуй. Ты что это сделал, цыплячьи твои мозги? Обе стороны решили разработать стратегию. Мы их раскатаем. Аристократы посчитали, что много тренироваться совсем не обязательно для победы над плебсом. Бей, а если промажешь, взгрею. Если он забьет, выгоню за шеи. Ой. Ах ты безмозглый тюфяк. Лучше бы он эту энергию потратил на игру. Честное слово. Быть вратарем скучно. Хорошо, что с такими... ...лоротами я не проголодаюсь. Эй, не перестарайся, а то они развалятся. Эй, не пропадает же добру. Какой пердемонокль? Вы мне неинтересны, месье Дэмон. Я ищу вашего сына Гури. Вот что я вам скажу. Не пишите про меня, и я расскажу, где Гури. По рукам? По рукам. Отлично. Отпустите микрофон, ну же. Революционеры не прохлаждались. Так, ребята, давайте продолжим. Попробуй отбить мой удар, ладно? Ладно. Эта машина безотказна. Гильотина. Вратарь совсем без головы. Может, сыграем без нее? Либерто, ты что делаешь? Я тренирую свой коронный противовратарный удар. Успокойся, побереги силы на игру. С другой стороны, можно провести голосование. Если они и на игре будут голосовать, тяжко же им будет. Где я? Что со мной? Уже тяжело. Не волнуйтесь, у меня есть план. Наконец, настал день игры. Стадион был полон. Фанаты революционеров и аристократов не жалели глоток, болея за своих игроков. Аристократы назвали свою команду «Шато Реаль», а революционеры — футбольный клуб «Либерасьон». Матч предстоял исторический. Мсье Демон решил лично защищать ворота своей команды «Шато Реаль», предоставив Маркизу де Голу роль нападающего. В своей победе они не сомневались. Все ждут вашего сигнала, Моншер, Наполеон. Моя команда победит «Виват Франции». Шатамрие, ты еще можешь присоединиться к нам. В таком случае твоя «Лятет» останется на плечах, если даже ваша команда потерпит поражение. Клубная карта? Так вот, что у него за пазухой. Итак, начнем игру. За «Либерасьон» играли «Либерто», «Иголье» и «Фратерни». Их имена вошли в историю. А это их капитан, знаменитый Мсье Камамбер. Приятного вам просмотра. А ну-ка. Ой, не хотят на пучки. Вернись, имба даже не началась. Понимая, что атмосфера наколена, маг «Жустиз» был готов ко всему. Жмите руки и помните о чистой игре. Кому мне тут руку жать, а? А этому, как бы мне его не повредить. Когда мы закончим, ты схаваешь свой парик. Ах, он мне угрожает. Довольно, это игра, а не война. Вы же болваны, вы не знаете правил. Не знаем правил? Да мы можем тебя кое-чему поучить. Самому тяжело. Сложно играть без слуг, да? Сейчас ты получишь. Это опасная ситуация. Нельзя всем телом бросаться под ноги. Таковы правила, ясно? Да ладно, он сам споткнулся об меня. Ты был инициатором, значит, ты виноват. Что за перечёска? Ты знаком с расчёской? Чего? Ты похож на гнездо. Душездирающее зрелище. Бей. Ужасная перечёска. Смотри, вот это стильно. За кого ты меня принимаешь? Я не отвернусь. И ладно. Эй, дамы, отличные перечёски, одобьяю. Боже, странное табло. Как отмечают голы? Ага, сейчас будет ясно. Это полезно для волос. 1-0 в пользу шатрояль. Революцию не остановить. Но опасная игра не приведёт вас к победе. И мой предок знал, что нужно делать. А? Эм? Хотя решить, была ли игра опасной, было сложно. Ля-ля. Боже, что? Вот это да. Я вас обожаю. Ля-ля-ля-ля. 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 Гоу не засчитан. Удар через голову рядом с другим игроком – опасная игра. Таковы правила. Всем ясно? Но он не сильно ударил и никого не пришиб. Конечно, я не хотел никого... Тихо ты. Уровень опасности определяет рефери, а не ты. Ой, где моя ручка, а? О, опять этот ребёнок. Он опаснее всех революционеров вместе взятых. Гоин. Второй гол за Шато Реаль забил с отличного паса Маркиз де Гол. Ой. Сэбон. Отлично, Моншер, хороший пас. Ага. Ну-ка, ещё один поклонник яйцотерапии. Сейчас вылетит из птички. Цель поражена. Хе-хе-хе. Второй тайм начался в том же духе. Игроки Либерасьон создавали опасный спад. Ау-ой. Не столько опасно, сколько унизительно. Я мог бы тебя приучить, но моё воспитание мне не позволяет, плебей. Хе-хе. Опасная игра, Либерто. Зачем так? Я бил по мячу, случайно вышло. Ты нападаешь на игрока с целью нанести травму. Опасная игра. А я назначаю свободный удар. Таковы правила. Эх. Эх. Хватит фалить. Вас всех поудаляют. Нужно играть чисто. Ясно вам? У меня руки и ноги чешутся. Да, так хочется им врезать. Ну, ладно. Чтоб такие, как они, играли чисто. Ха-ха-ха. И раз. Удивительно. Действительно чисто. Как же так? Поверить не могу. Ау. Решение играть чисто принесло свои яйца. Ура! 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 Осторожно. Ну, вот опять. А эти не рады. Фу. Хоп. Вперед. Гол! Ура! Этот спектакль мне нравится. Второй тайм-шоу в атмосфере чистой игры. Но кто же забьет решающий гол? Главное добежать. Опля. Постой. Ой. Гол! Ура! Ура! И раз, и раз, и раз. Ты куда эта птица? Ау! Ура! Ура! Поздравляю, гражданин Кабамбер. Вы сумели играть чисто. Бастилия ваша. Забирайте. Но может разрешите и нам обидеть? Вот это правильно. Чистая игра объединяет. Совсем не обязательно всех бить, чтобы победить. Хе! Ау! О нет, опять это мадам папараццо. У меня уже сил нет. Гой любит фото. Гой любит вспышку. Хе-хе-хе-хе-хе. Гой! Победа клуба Либерасьон открыла новую страницу в истории французского футбола. Ау! 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 Вот лучшие игроки того времени. Винсент Галера, защитник с обостренным восприятием. И, конечно, Нотр-Данк, Вазимадо, внушающий ужас защитникам соперника. Также Дерик Антона, известный своими прыжками. Как видишь, Мик, моему предку пришлось нелегко. Он постоянно боролся с опасной игрой. Да, но как ее определить? В этой игре все было наглядно, и обычно это задача рефери. Он решает, что опасно, а что нет. Да, но если игрок специально... Тогда это фол. Опасная игра — это возможность травмы и наказывается свободным ударом. Гляди. Игрок, пытающийся ногой выбить мяч у голкипера. Вообще поднимать ногу на уровень головы оппонента нельзя. Также нельзя отбивать головой катящийся мяч. Это опасно для игрока. Прыгать на противника ногами вперед для отбора мяча очень опасно. Можно нанести травму. Не менее опасно бить через голову рядом с соперником. Рефери может назначить штрафной. Рефери должен следить за всем. Да, все, я... А, осторожно. Ты прав, Мак. Надо обдумать полученную информацию. До скорого. Всем пока. Добро пожаловать на Дикий Запад. Дуэли на револьверах под палящим солнцем. Золотая лихорадка и непрекращающиеся разборки между колонизаторами и аборигенами. Пришло время разрешить все споры в честной игре. Сможет ли маг-маршал восстановить порядок? Хватит ли у него мужества? Будет ли, наконец, раскурена трубка мира? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете, если посмотрите следующий эпизод наших футбольных историй. Субтитры подогнал «Симон»!